Комплекты постельного белья на сотню с лишним детей. Постирать, погладить, а там уже снова менять пора. Эта работа не заканчивается никогда. Вот только платят за нее теперь меньше. Сотрудникам прачечной детского сада «Родничок» урезали зарплату. Получали 11 300, сейчас получаем 8. Ну на 2 с копейками, там подоходные убирается. Потеряла 5 тысяч. А это 5 тысяч. Когда постель меняем, очень тяжело. 6 групп по 20 детей. Это нужно все перестирывать, гладить. Еще я веду документацию, мы еще и шьем. Все, что нужно, делаем. Нам как бы часы сократили, заработную плату сократили, а работу оставили прежней. В январе 25 сотрудников детсада «Хабаров» в прачке, сторожи, повара, помощники воспитателей получили уведомление. Ваши ставки урежут в связи с оптимизацией расходов. Каких не объяснили. А не устраивает? Увольняйтесь. Люди сразу написали коллективное возражение. Но 19 марта, в последний день принятия решения, все согласились. Рассказывают, директор детсада настоятельно просил их принять новые условия. Ведь и сама бы потеряла два десятка работников. Заявление пишите, что мы согласны на 08 работать. Если бы мы не подписали, я бы 20 марта на работу, я уже не пришла. Это вам так прямо издало? Да, всем. Всем, не только мне, всем. В районной администрации ситуацию объясняют так. Родители воспитанников часто жаловались, что сотрудники детсада рано уходят домой. Специалисты местного комитета по образованию оценили эффективность каждого сотрудника. И в итоге официально уменьшили объем работ, а вместе с ней и зарплат. Во-первых, у них и обязанности, те, которые фактически не исполнялись по хронометру РЖО, когда мы проводили, просто они были исключены из должностных. И хронометраж показал, что работу свою, например, те же помощники и воспитатели, они выполняют не за 7 часов, как положено, а не за 6 в ней укладываются. А вот эта оптимизация, она в связи с чем? Также экономия бюджета районного? Ну, в том числе. То, что дело в экономии за счет урезания ставок, уверен и адвокат работников Андрей Логинов, который защищает их интересы в суде. Оптимизация расходов, то есть, простыми словами, экономия своих денежных, бюджетных средств, не является основанием для сокращения рабочего времени, для сокращения ставки, простыми словами, каждого работника. Поэтому данные действия нельзя признать законными. В том числе, опять же, у нас есть доказательства о том, что дополнительные соглашения, подписанные работниками, были подписаны под давлением. В Министерстве образования и науки Алтайского края объясняют, изменение штатного расписания – компетенция самой образовательной организации. В случае с Хабарским детским садом пересмотр должностных обязанностей, вместе с ним и зарплат, возник из-за слияния двух учреждений. Это не связано с введением нового размера МРОД, либо сокращением работников, утверждает Министерство. Ведь в бюджете края достаточно средств для помощи бюджетам районов. По правительству Малтайского края в систему образования в полном объеме доведены средства, которые необходимы для увеличения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. В систему общего и дошкольного образования будет направлено 623 миллиона рублей. Кроме того, в муниципальные районы более 800 миллионов рублей. А пока образовательные организации действуют каждый в рамках своих компетенций, но удивительно синхронно по времени и методам в разных районах края. Несмотря на дополнительное финансирование, в некоторых районах фактическая зарплата не только не растет, но даже и снижается. Наши новости уже сообщали, что подобным образом ставки были урезаны в учреждениях образования Шипуновского и Крутихинского районов. По Хабарскому выводы сделают суд, куда обратились сотрудники детского сада. По остальным собственную проверку и выводы обещали подготовить профсоюзы. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.